Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-619. События, которые разворачиваются сегодня в Республике Беларусь, нередко сравнивают и проводят параллели с украинским Майданом. Как вы считаете, насколько они уместны, вот такие параллели между этими событиями? Вот тут дело не в параллели. Дело в том, что события в Беларуси – это полная калька того, что происходило в Украине в 2004 году и в 2013-2014 году. Абсолютно. Там невозможно даже различий найти. Может быть, единственное различие, что вся подготовка, скажем, к беларуським событиям ввелась неявно. Ввелась в основном за рубежом. Это не означало, что внутри страны не работали, так сказать, те люди, которые, собственно говоря, сейчас вышли на аванс-сцену. А вот в Украине это приобрело массовое движение, еще начиная с движения «Украина без кучмы» в 2001 год. И оно, собственно говоря, не утихало. Где-то действовало более 300 различных неправительственных организаций, которые финансировались напрямую американцами, европейцами, Соросом. И они, собственно говоря, готовили кадры для вот этих светлых революций. Значит, я могу изложить, если слушатель, это интересно. Вот, скажем, основная технология заключается в чем? Ну, прежде всего, надо демонизировать либо власть, либо лидера. Надо демонизировать. Надо сказать, что, ну, как в Беларуси говорится, вот 26 лет у власти, бессменный диктатор, при нем перемен к лучшему не будет, вот плохо жить там и так далее, и так далее. Идет демонизация. Значит, когда эта демонизация, так сказать, подходит к какому-то пику, она приурачивается к событию, выборам, обычно выбора, потому что выбор — это этап делегитимизации власти. То есть какой-то момент, когда власть теряет свою легитимность. И выдвигается тезис, как и у нас, так и в Беларуси, фальсификация. Никто нигде не вышел на телевизор и не сказал, вот вам мешок с фальшивыми бюллетенями, вот вам фальшивые протоколы, вот вам показания двухсот свидетелей. Да не только на телевизор, но даже в толпу никто не вышел и сказал, вот я председатель какой-то комиссии избирательной, да, и вот я подделал там или изменил, или мне подделали, изменили. Вот так же и в Украине это все проходило, я на своих глазах. Когда мы следили за каждым голосом, нас вдруг обвинили в том, что мы используя какой-то там второй сервер, что-то потасовали, хотя сервер основной стоял в Центральной избирательной комиссии, и мы, естественно, к нему доступ обвинили. Ну вот, можно дальше продолжать. Отличие, скажем, очень серьезное в Беларуси, в белорусских событиях в том, что им удалось проникнуть в трудовые коллективы. У нас этого не было, потому что, во-первых, у нас уже прошла приватизация, и в основном все предприятия промышленные у нас были приватизированы, собственники были, и ни один собственный не позволит там останавливать предприятия, и чтобы там люди болтались по улицам, а он, так сказать, нес убытки. А в Беларуси все основные предприятия государственные, более того, они на государственной дотации находятся, то есть их поддерживает государство. Я знаю это очень хорошо, потому что я не раз бывал в Беларуси, знаком с этими предприятиями. В них государство, ну, в лице правительства Беларуси, ввели очень большие деньги в модернизацию. Сейчас это современные технологические предприятия. Вот, и благодаря такой продакционистской политике Беларуси, им удается обеспечивать, у них доход, например, да, примерно в два с половиной раза выше, чем у украинцев. Исходя из ваших слов, Николай Янович, вы считаете, что выборы, то есть Лукашенко честно выиграл эти выборы, что они не были сфальсифицированы, о чем говорят протестующие? Значит, я не понимаю, что вы вкладываете в понятие фальсификация, в понятие честных выборов, потому что нигде в мире никаких честных выборов не существует, поверьте мне, я политик с 25-летним, а может 30-летним стажем и опытом. Если мне скажешь, что во Франции, в Германии, там или еще где-то проводятся какие-то честные выборы, то я просто рассмеюсь, потому что все это чепуха для наивных людей. Так вот, я скажу другое здесь в данном случае. То, что за Лукашенко проголосовало раз в пять, а может быть в шесть, больше, чем за неизвестного народа Тихановского, это же абсолютно очевидно. Ну, представьте себе рядового жителя Белоруссии, который не очень-то вникает в политику. Он пришел на избирательный участок, видит, так сказать, человека, который олицетворяет стабильность в стране и никому неизвестную даму. А он что вообще в своем уме, чтобы голосовать за какую-то девочку? Поэтому за эту девочку голосовала молодежь, и свои там восемь или девять процентов она реально получила. Я вижу, что именно столько, ну, скажем, в Белоруссии крайне недовольна Лукашенко, чтобы проголосовать вообще за неизвестно что. Поэтому я не знаю, там не хочу даваться в детали. Наверняка было использование административного ресурса, он всегда используется, всеми используется, так сказать, где только можно. И наверняка, конечно, администрации их использовали. Если вот это иметь в виду, то, может быть, какие-то там значения по выборам могут быть. Но с точки зрения колоссального отрыва, и то, что он набрал больше 50%, ну, кто может в этом сомневаться? Да в этом убеждены и сами европейские политики, потому что они достаточно осторожно высказываются по поводу Белоруссии. Ну, так или иначе, Евросоюз уже не признал легитимность Лукашенко, об этом было вчера заявлено. То есть, исходя из ваших слов, опять же, вы считаете, что у народа в целом, вообще во всем мире, судя по тому, что вы считаете, что выборов свободных нет, нет выбора у народа? Абсолютно очевидно. Какие могут быть выборы, когда, вот слушайте, вы зарабатываете 100 долларов в месяц, а рядом с вами, значит, человек имеет миллиард долларов, да, и вы считаете, что, так сказать, ваши голоса имеют на политику страны одинаковое влияние? Еще звонок у нас есть, примем его. Так, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, слушаем вас. Да, слушаем вас, Александр. Скажите, пожалуйста, вот я с вами абсолютно согласен по поводу демократии. Еще 150 лет назад Константин Петрович Победоносцев сказал, что демократия – это величайшая ложь нашего времени. Я думаю, все-таки надо опираться вот на таких ученых, когда вы говорите. Я хочу вам задать такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что Литва, Польша, Латвия не только ведут агрессивную пропаганду против выборов, но они выделяют даже деньги? Вот первый вопрос. И второй вопрос. Вот как мне кажется, на мой взгляд, Россия тоже ведет подлую политику такую. Путин сидит в бункере и вообще молчит там, ничего не говорит. Я понимаю, что там закулисные переговоры идут. Но как бы это надо, так сказать, публично все озвучивать. Как вы считаете? Спасибо. Спасибо, но я просто поясню, что вот вы упомянули Победоносцева. Он, кстати, был человеком, который отвечал за церковь и вообще придерживался очень консервативных взглядов. Поэтому, когда мы выдаем какого-то авторитета и его мнение за истину, это тоже не совсем верно. Но это пояснение от меня. Вот что вы скажете, господин Азаров? Ну, что я хочу сказать. Ну, я могу ссылаться и на ученых. Я ссылаюсь на свою собственную практику. Ссылаюсь на то, что я знаю. Финансирование всех политических партий ведется крупными олигархами, как, кстати, в Соединенных Штатах, так и практически в большинстве стран. И теми людьми, которые имеют деньги. Ну, раз они дают деньги на выборы, на политику, значит, они заинтересованы в том, чтобы те, которых избрали, политики, избрания которых они профинансировали, проводили их политику. Я, как премьер-министр страны, с этим сталкивался не единожды. Когда спонсоры начинали говорить, что мы же вложили вот деньги, а вы нам не даете тариф поднять на электрометрию. Мы же тебе несем убытки. Теперь по поводу позиции России. Ну, я скажу, что позиция России, в частности, президента России, не такая уж нейтральная. Он совершенно четко заявил о поддержке Беларуси. Он признал, поздравил Лукашенко с избранием. Тем самым он заявил о своем признании. Второе. Вот за эти дни, там несколько, да, он несколько раз связывался с Лукашенко. И разговаривали они, поверьте мне, не о погоде. Разговаривали они о том, как противостоять. Ну, я не знаю, конечно, детали разговора. Но могу судить о том, потому что мне же приходилось бывать в такой же точно ситуации. Разговаривали о том, как противостоять давлению таких стран. Ну, конечно, там речь не идет ни о Литве, ни о Польше. А речь идет о том, как противостоять давлению американцев, безусловно, немцев. И главное здесь не в том, что Евросоюз не признал выбор. Евросоюз вообще сел в лужу, когда признал какого-то Гуайдо президентом Венесуэллы. Девять месяцев этот Гуайдо пребывает неизвестно где. Мадуру как сидел в власти, так и является президентом Венесуэллы. И вот какова сейчас роль, значит, Европейского Союза? Зависит признание Лукашенко президентом не от Европейского Союза, поверьте мне, а от того, как народ его признает или нет. Вот. Скорее всего, народ его признает. Потому что, судя по той поддержке, которой он сейчас пользуется, особенно после обнародования и программы, значит, так называемой позицией. Ну, программа-то у меня понятна. Собственно, Запад бы не стал вкладывать деньги, и программа была бы совершенно другая. Он вкладывает деньги в то, что ему надо. А что ему надо? Чтобы остановилась промышленность Белоруссии. Чтобы Белоруссия превратилась в злобную, агрессивную страну, которая, так сказать, готова с Россией воевать там неизвестно за что. За Смоленскую область, может быть, или еще за что-нибудь. Начнут придумывать сказки, что когда-то была Великая Белорусь, что, так сказать, граница проходила там где-то за Смоленском. И вот в этом духе будут воспитывать молодежь, вот, и так далее, и так далее. Я могу это предсказать, потому что в Украине запретили русский язык. В Украине не просто запретили, а закрыли все русские школы, в которых преподавание ведется на русском языке. Просто взяли и закрыли. А ведь добрая половина, больше, чем половина, как премьер-министр это знает, украинцев, да, вообще для них родной язык русский. Они пишут себя украинцами, но родной язык у них русский. А более 30% населения вообще этнически русские. То есть и отец, и мать русские, и родной язык русский взяли, запретили. В Украине называют улицы именами фашистских предателей, коллаборационистов. Это страна, которая потеряла 6 миллионов человек. Кстати, Белоруссия каждого четвертого потеряла в годы Великой Отечественной войны. И вот это все предстоит Белоруссии пройти. Поэтому, когда вот обнародована была эта программа, я не думаю, что сегодняшний народ Белоруссии, ну, молодежь там, у меня, так сказать, голова забита непонятно чем. А люди среднего возраста и, так сказать, в возрасте уже, они прекрасно все это понимают. Поэтому никакой вот этот коллекционный совет явно не является авторитетом. Что касается, самое главное, тут, конечно, это промышленные предприятия, работа крупных промышленных предприятий, таких как Минский завод колесных тягачей, например, МАС, БелАС и так далее. Вот здесь, конечно, у Кашенко надо работать очень серьезно с людьми, смотреть, для того, чтобы вот эти предприятия продолжали работать. Иначе с бюджетом Белоруссии и с потерей рынков будут очень большие проблемы. Ну, в основном рынок, это 50, больше на 60% экспорт этих предприятий идет на Россию. Вот. И вот потеря такого рынка отзовется не просто убытками предприятия, но еще и штрафными санкциями и так далее, и так далее. Вообще, конечно, я наблюдал за работой у Кашенко как президента много лет. Ему удавалось для такой бедной страны, которая является Беларусь, ну, нет никаких ресурсов в стране, ну, вот и газа, и нефти, так сказать. Вот. И черноземов нет, и погода не балует, и не радует. Вот. Вот как вот он смог обеспечить, например, национальный доход на душу населения в два раза больше, чем в Украине? Это в Украине, в которой располагаются, значит, Криворожский бассейн железорудный, да, громадные месторождения угля, да, и газ свой есть, и нефть своя есть, и порты есть, и транзитная территория, крупнейшие машиностроительные заводы были, или ракеты выпускали, космические спутники выпускали, и так далее, и так далее. Поэтому он явно использовал очень хорошо, политика его была внешнеполитическая, внешнеторговая, достаточно такая, вот, я бы сказал, может быть, рисковая, с точки зрения политика, но она дала возможность как раз аккумулировать большие очень средства, большие ресурсы для модернизации своей промышленности. То есть он её сохранил. Он сохранил, я говорю он, потому что он же, так сказать, стоял в уровне государства и стоит. Он сохранил науку. В Украине достаточно хорошая научная школа, та, которая ещё ему досталась от Советского Союза, но он её не разорил, а он её сохранил. Поэтому вот сейчас начнётся, на мой взгляд, это то, что я сейчас говорю, пока ещё не звучало в аргументах. Ни власть, ни властных парагандистов, ни простых людей. Резетка высказывается. А пока ещё вешается морковка со стороны, так называемой, оппозиции, которая только начала оформляться. Что вот надо менять там курс, надо на приватизацию пойти, надо пойти по европейскому пути, и мы, так сказать, заживём, как и в Европе. Ребята, те, кто меня слушают, я вам скажу очень просто. Чтобы зажить, как и в Европе, надо лет 40-50 пахать. И пахать очень серьёзно. И при этом использовать абсолютно все ресурсы, которые в стране есть, для того, чтобы выровнять. Мы исторически отстаём. Не потому, что дураки у власти стояли. Нет. А мы исторически во многом отстаём. Цивилизационно отстаём. Это не наша, так сказать, вина. Это наша беда. Так уж сложилось. И поэтому в развитии нашей страны, бывшего Большого Советского Союза, были скачки, были рывки. Когда мы быстро двигались вперёд, быстро нагоняли. Потом, так сказать, начинался перегресс. И, так сказать, мы потеряли достигнуты. Особенно серьёзно мы потеряли, конечно, после развала Советского Союза, когда было уничтожено, самое главное наше достижение – это научные школы. Да, давайте сделаем сейчас перерыв. Да, мы сейчас… Нет, не будет у нас перерыва, но мы можем принять звонок. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. У меня, во-первых, по Ленину, ой, по демократии, там был звонок перед этим, да. Демократия, Ленин говорил, что это одна из форм правления буржуазии. Вот вам и демократия, да. По Лукашенко, он, видно же, что он всем горло перегрызёт за Белоруссию. Он не имеет никаких дач, там… Перегрызёт и народу своему тоже, в том числе, и всем, вы имеете в виду? Что? Ну, перегрызёт горло всем, это и народу своему тоже, вы имеете в виду? Причём, я же говорю, за Беларусь, за Беларусь, значит, он за народ. Вот, он, видно же, как он политик, он ничего не имеет. Он говорил, что вот, мне говорят, что дом, он говорит, пожалуйста, заберите этот дом, если вы у меня его нашли, понимаете? Он ни Ралдугинах, ни всяких Ротенбергов, никого не имеет, ни щитов, ни дач, ничего. Откуда вы это знаете? Ну, так опубликовали бы эта оппозиция. Что, вы не понимаете этого разве? Вопрос какой у вас, Костя? У меня такой вопрос, что народ что, сумасшедший? У меня такое ощущение, что они с ума все сошли. Человек болеет за Беларусь, они против него, непонятно. Ну, долго задержался у власти, да, ну, задержался, да. Но он правильную политику ведёт. А раздербанят, их же в рабство всех продадут. Вопрос, будет у вас гость, у нас Николай Азаров сегодня на прямой связи, экс-премьер-министр Украины. Ну, вопрос такой, что Лукашенко, он, альтернатива есть ему? Да, спасибо. Спасибо. Вы знаете, что, что я хотел бы сказать. Вы отметили очень правильно, очень правильно, на мой взгляд, ту черту, которая, значит, очень ценная для современного политика. Лукашенко не коррумпирован. Вот молодой человек, значит, в редакции говорит, а откуда вы это знаете? Ну, это же очень просто, значит. Сейчас Запад мгновенно бы обнародовал все счета, все офшоры, если бы они у него были. Вот. Все, так сказать, вся собственность, даже если бы она была бы на троюродного дядю оформлена или вообще на постороннюю фамилию. Вот. Я не то, что немножко, а я очень хорошо знаю работу Финсен. Финсен — это международная финансовая разведка, которая владеет информацией о любом маломальски финансово значащем человеке. В этом плане, в личном плане, этот Лукашенко — человек, на которого невозможно надавить так, как можно надавить на любого политика. Если кто-то думает, что европейские страны не коррумпированы, ну, я могу свежайший вам факт привести, когда депутат украинского парламента давит желание многолетний депутат, вот месяц назад или там неделю назад, недели две назад, выступил с таким вот заявлением, что он готов в Генеральной прокуратуре Украины свидетельствовать, как он провозил ответственному чиновнику Европейского Союза, он не назвал его фамилию, но речь его, конечно, очень высокопоставлено, взятку в размере пяти миллионов долларов. Но мне эти факты вообще много раз были известны и раньше. Просто я привёл как вот свежайший факт. Поэтому те, кто думает, что там всё великолепно, что там абсолютно вот никакой коррупции нет, она есть, только она осуществляется на абсолютно другом уровне. И не обнародуются факты, потому что политика тех людей, которые этим занимаются, устраивает международный правящий класс, который, собственно, сейчас и подминает под себя очередную жертву, раньше подминает Украину. Ну, я скажу просто. Вот 6,5 лет Украина считается, что идёт по европейскому пути. За это время закрылись все абсолютно крупные предприятия Украины. Авиостроительное объединение «Антонов», которое упускало по 200 самолётов в год, за 6,5 лет не выкатило ни одного самолёта. Вот впечатляет. Остановились такие крупнейшие предприятия, как Харьковский тракторный завод. Заря наш проект, который изготавливал гигантские дизельные двигатели. Остановили все судоверфи. Ни одного корабля не спущено, кроме башки. Вот во что превратилась Украина на пути европейской интеграции. Вы сами себя в Латвии скажите. Какие у вас есть крупные предприятия, чем Латвия может на мировом рынке похвастаться? У нас фармацевтика сохранена, в частности. Фармацевтические компании «Гриндекс» и «Лэнфарм», которые весьма успешно работают. Я бывал в Латвии с визитом, и мне помню, как премьер с гордостью рассказывал, что вот они в этом году нашли средства, чтобы достроить национальную библиотеку. Не знаю, достроили или не достроили. Но меня это тогда поразило, потому что даже для меня достроить какую-то библиотеку это вообще никаких проблем не представляло. Я условно говорю. Вот, так сказать, а я помню Латвию в тех времен, когда ее машиностроительный комплекс был колоссальный, радиостроительный комплекс. Куда вот, кстати, делись электронщики прекрасные, которые работали на этих предприятиях. Поэтому я не буду особенно вмешиваться сейчас в вопрос по Белоруссии. Но в Белоруссии мне приходилось бывать не раз. Я с белой завистью смотрел, что в стране делается очень много хорошего. Да, конечно, безусловно, необходимо реформирование страны. То, что Лукашенко удается в ручном режиме делать, надо переводить не в ручной режим, а в режим системный. Вот, это требует проведения определенных реформ, но это вовсе не значит, что менять необходимо внешнеполитические курсы. Да, у нас много звонков. Еще примем звонок. Да, мы слушаем вас. Добрый день. Да, так вас зовут. У меня такой вопрос. Ну, в связи с известными событиями, там, майданом 2014 года на Белоруссии, на Украине мы видим, что достаточно сильно маятник общественного настроения качнулся в антироссийскую сторону, там, и прочее, прочее. Нет ли у вас ощущения, что этот маятник антироссийский уже как-то дошел до крайней точки и начал помаленьку двигаться в обратную сторону? Спасибо. Да, спасибо. Ну, сейчас вы абсолютно правы, что этот маятник пошел в обратную сторону. Сейчас, несмотря на абсолютно оголтевую пропаганду антироссийскую, вот, несмотря на то, что украинское руководство сейчас на зло бабушки ведет по принципу, на зло бабушки отморожил уши. Оно разрывает такие соглашения, которые жизненно необходимы для страны. Например, большой договор между Россией и Украиной, который с громаднейшим трудом мы подписали в 1997 году, когда в власти был Борис Николаевич Ельцин. И в этом договоре, что самое главное, было признан правовой статус границы сухопутной между Украиной и Россией. Сейчас, вот, в связи с разрывом этого договора, вообще Украина потеряла признание со стороны России своих сухопутных границ. По-морским мы тогда не сумели договориться со границами до Азовского моря, вот, по Керченскому проливу тоже. Но вот по сухопутным была такая договоренность. А сейчас, вот, в связи с тем, что я говорил, с деструктивом в промышленной сфере, где индустриализация страны, до людей стало доходить. Но 10 миллионов человек были вынуждены уехать на заработки. Ну, представьте себе масштаб миграции. 10 миллионов человек. Для Украины я назову такую цифру. У нас смертность увеличилась невероятно. Мы второе место в мире, там, Лесота и мы, занимаем по уровню смертности. У нас каждый год исчезает с карты Украины примерно областной город такой, как Полтава. Ну, где-то порядка 300 тысяч человек за счёт физической убыли. А при нашей власти в 13-м году мы почти баланса добились между смертностью и рождаемостью. А это чрезвычайно важно. Кто будет страну развивать, если нет рабочих рук? Кто-то уехал, кто-то умирает, остаются старики и дети. Вот. Поэтому сейчас маятник качнулся назад. Это позитивно, потому что я всегда стоял на моей принципиальной позиции, что мы свою промышленность можем поднять только за счёт собственных инвестиций. Да, внешние придут, но внешние придут только тогда, когда мы сами будем вкладываться. А мы сами можем вкладываться только тогда, когда наша промышленность заработает. А кому она нужна на мировом рынке, вот наша продукция? Ну, сейчас и Россия проливает импортозамещение во многом. Но вместе с тем ещё остались ниши, которые могли бы всё-таки занять. Так вот, чтобы подняться, нам надо занимать эти ниши. Чтобы занимать эти ниши, надо отказываться от идиотизма, а восстанавливать нормальные торговые экономические обороты. У нас был оборот с Россией в 2012 году 55 миллиардов долларов. Где мы такой найдём товарооборот? Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да. Скажите, насколько я в формате доступный, Белоруссия довольно сильно вкладывают деньги Россия и Китай. Ну, с Россией понятно постоянно на языке, а вот насколько Китай готов будет защищать твои уважения? Спасибо. Ну, китайцы, мне очень много лет пришлось работать. И, значит, они, в принципе, заинтересованы были сотрудничеством. Ну, вы знаете, знаменитая стратегия шёлкового пути, транзита через... А что такое транзит? Это же не по пустыне он должен проходить, этот транзит. Значит, тот транзит должен проходить через развитые страны. Поэтому, естественно, китайцы в развитие этой стратегии вкладывают большие средства. И вот в 2013 году, во время государственного визита тогдашнего президента Украины в Китай, было подписано соглашение, вдумайтесь, сумма на 20 миллиардов примерно долларов. Это громадная сумма. Китай заинтересован также и в сотрудничестве с Белоруссией. Вот с той самой точки зрения, о которой я говорил. Но если Белоруссия превратится в анти-России, то принципиально для Китая это, в общем-то, невыгодно. Невыгодно потому, что он потеряет продолжение вот этого пути, который, по сути, будет закрыт. Точно так же, как для Литвы, будет потерян российский транзит полностью через Клайпиду, например. Точно так же и для Китая вот тот проект, который он сейчас большие деньги вкладывает, в общем-то, обернется потерями. Китай будет поддерживать Лукашенко, потому что он поддерживает обычно людей прагматичных, умеющих власть держать в своих руках. Лукашенко умеет эту власть держать. И тут я в поддержке Китая не сомневаюсь. Россия, естественно, будет поддерживать. Хотя Лукашенко, конечно, в последние месяцы допустил целый ряд таких вот, не знаю, импульсивных шагов. Но не будем ее сейчас, так сказать, задевать. И так трудно. Да, у нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир, меня зовут. Вот, господин Азаров, такой вопрос. Вот смотрите, ретроспектива и перспектива. То есть взгляд назад, вперед. Ведь все, если так взять глобально, значит, геополитика, все происходит по сценарию Бжезинского. То есть Украина, сейчас Белоруссия, там упоминается уже сейчас Калининградская область. Это взгляд назад. И взгляд вперед. Вот что может быть впереди? Вот неужели вы допускаете, так вот, значит, вперед, большим таким временным зазором, да, что деньги сделают прокол? То есть от бегающего на Майдане в Беларуси с цепями там или с камнями, которым платят, до крупнейших денег, Сороса вы упомянули, везде ради денег, деньги проплачены, деньги, значит, диктуют и все-все-все. То есть вот неужели вам, значит, представляется, что вот в данном случае, ну, Венесуэлу это исключение такое особенное, что вот эта тенденция общая, мировая, что может она дать сбой? И если да, то какие предпосылки к этому? Как может Беларусь не пойти по пути Украины и всех предыдущих стран с оранжевой революцией? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, Беларусь-то может пойти, потому что в отличие от Украины, вот в отличие от двух наших Майданов, там нет такой вот резкой поляризации во власти в самой. Вот я что имею в виду. Ведь у нас, наши, так сказать, главные просчеты, это предатели во власти. Если бы у нас власть была монолитная, то никакого переворота государственного в Украине не было. А у нас глава администрации президента Украины занимался организацией Майдана. Вот вам, так сказать, пример. Теперь, что касается такого глобального вопроса, о котором вот задали. После распада Советского Союза идет уже 30 лет война, по сути дела, война, ее как там не называют, она экономическая, политическая, как угодно, против России. Потому что Россия — это тот игрок, который еще может противостоять глобальным силам. В чем слабость наших стран, Белоруссии, Украины, там, например, да и той же самой России? В том, что после распада Советского Союза произошло и выросло уже целое поколение людей, которые перестраивались на ходу. Воспитание их проходило от общества созидания, каким был, в общем-то, Советский Союз, общество созидания, развития, наука, искусство, культура на первом плане, да, к обществу потребления. То есть неинтересно ни наука, ни искусство, там, значит, там можно часами на телевизоре обсуждать, от кого какой-то известный актер имеет ребенка, там проводить тесты ДНК. Подобная чушь во времена Советского Союза даже немыслимо на, так сказать, телевидении была бы. Поэтому сейчас происходит такая ломка общественного сознания, когда оно становится легко подвергаемо воздействиям материальным. То есть принципы отошли в сторону, принципиальные основы отошли в сторону. И да, за 200 рублей или за 200 гривен, или за 200 ещё каких-то долларов я буду с плакатом стоять, ходить, бросать камни, что угодно буду делать, потому что я сегодня их получу, а мне больше ничего не надо. Я человек потребления. Вот я получу, проем, пропью и так далее, и, так сказать, мне больше ничего не надо. Вот этот слом, мы его с точки зрения политики государственной, да, в наших странах упустили. Но в Украине-то вообще произошла трагическая ошибка, когда мы, занимаясь экономикой, отдали бандеровцам такие важнейшие сферы государственного хозяйства, как образование, культура, в какой-то степени наука. Поэтому появились бредни, что Украина – самый древний народ в мире, что Иисус Христос был украинцем. Ну, чушь несусветная. А ведь в эту чушь несусветную верят определённое количество людей. А молодёжь, которая вообще сейчас ничего не читает, кроме сообщений, значит, в интернете коротких, которые только их интересуют, она вообще на веру это принимает. Но вам не кажется, что вы сейчас обобщаете и упрощаете деятельность молодых людей? Вы знаете что? Я ничего не упрощаю и не обобщаю, потому что я, как премьер-министр, работал с громадным количеством молодых людей, подбирая их кандидатуры в состав руководителя различного звена и так далее, и так далее. Но это ваш субъективный опыт. Можете ли вы по нему судить обо всех молодых людях во Вселенной? Я не хочу судить обо всех молодых людях во Вселенной. Вы мне скажите, в Латвии ходят на какие-то вечера поэтов? Да, безусловно, конечно. Во времена моей молодости, во времена моей молодости, в Музее Политехнического Совета, где выступал там Буата Куджава, там, Беллах Мадулина, там, Вознесенский и так далее, пробиться было невозможно. Да, тогда не было, тогда были ограниченные ресурсы, сейчас люди, посмотрите, сколько в Ютубе собирает, например, лекции о литературе, там тысячи, сотни тысяч просмотров, и далеко не все люди среднего или старшего возраста. А вы там какую-то обнаженную фотографию, какой-то известный киноактивер, разместите в Ютубе, получите миллионные просмоты. Ну, обнаженку Ютуб заблокирует, поэтому это не самый удачный пример. Я говорю условно, я не хочу с вами спорить, вы молодые люди, я уже... Вьетнаме американские солдаты тоже, например, вешали обнаженных девушек в 60-е годы, так что, наверное, это свойственно. Я хочу сказать за другое. Я хочу сказать за то, что вот беседуя с молодыми людьми, я встречался прежде всего с вопросом, а сколько мне будут платить, какие у вас свои работы, а где я буду жить. А вот в мое время, я просто условно говорю в мое время, предположим, я работал в науке, наука двигается не теми людьми, которые пришли в науку ради денег, а наука двигается людьми, которые пришли ради идей. Вот какая-то идея увлекает их, и они готовы ночами, днями работать, потому что вот такие люди и создают науку, но не только науку, потому что, скажем, речь идёт и об искусстве, безусловно, речь идёт и о культуре, речь идёт и об государственном управлении, потому что государственное управление или проведение какой-то экономической политики – это не наука точно, это наука плюс искусство. Искусство предвидеть так, а для этого надо получить соответствующее образование, которое основано не на тестах, не на ИГЭ, там, на каких-то идиотских, а основано на воспитании иногда рационального плюс иррационального мышления, на способности предвидения. Понимаете, о чём я говорю? На парадоксальности мышления. Это очень сложно. И это воспитывается обществом, которое нацелено на созидание, на развитие. Когда общество ставит перед собой колоссальные задачи, например, запустить человека на уму, создать космическую отрасль, создать атомную энергетику. То есть это глобальная задача, в рамках которой целый пласт молодёжи вовлекается в эту сферу, становится источником интеллектуального взрыва. Получается, что американцы молодцы. Илон Маск запустил сейчас SpaceX, и много молодёжи в том числе вовлечено в этот процесс. Но вы забываете, что там Маск запустил. Советский Союз в 1957 году запустил спутник через 10 лет после того, как вся страна была на процентах 70 разрушена и развалена. Спутник запустил. Вы знаете, какой уровень разработок научных, какой уровень электроники на той же самой, управленческий, информационный взрыв. Это было 60 лет тому назад. Ребята, думайте. То есть то, о чём я говорю, то есть создание такого мейнстрима в обществе, это зависит прежде всего от государственной политики. И вот если бы такой мейнстрим создавался, то я уверен, что появилась бы та часть молодёжи, а без неё мышь не будет, как говорится, вот этого. Наши страны... А почему я говорю, что для нас очень, так сказать, болезненно? Потому что у нас как раз такой вот слом произошёл, которого не было в тех же Штатах. Там было заточено на прибыль, на заработок и так далее, и так далее. Шло всё в этом ключе. Хотя нельзя недооценивать, безусловно, роль государственной политики, которая там осуществляется в области, предположим, протекционизма для чрезвычайно важных каких-то научных направлений. У нас ещё звонок. Да, привели ещё звонок. Да, мы слушаем вас. Извините, ещё маленький вопрос. Можно? Да, очень коротко. Коротко. Вы знаете, вот вы всё правильно сказали про молодёжь. Но откуда всё это идёт? Почему вы не говорите? Вы же вращаетесь в высоких кругах. Вы знаете, что образование в России поставило задачу сделать потребителя? А что Греф говорит? Вообще образование... Да, Александр, вопрос задавайте. Александр, вопрос, пожалуйста, у нас мало времени. Вот ответьте, пожалуйста, почему вы молчите об образовании в России? С Латвией всё понятно. А вот почему такое образование в России? И все молчат, и вы тоже. Спасибо. Ну, у нас экс-премьер-министр Украины, я поясню на прямой связи. Да, именно Украины. Значит, вот вы странный человек. Я же сказал, или вы внимательно меня слушали, что после развала Советского Союза мы перешли, структурно перешли от общества созидания, развития к обществу потребления. Поэтому этому обществу потребления, строй-то у нас какой сейчас? Нужны потребители. Вот это вы понимаете? Нужны потребители. Люди готовы покупать. Готовы тратить свои деньги на какие-то там непонятные реализации, непонятных идей. Как Цауковский всю свою зарплату, например, тратил там на разработку макетов ракет, дирижаблей. Какие-то научные статьи писал за свой счёт. Зачем такие Цауковские? Нужны обществу потребления. А, соответственно, и образование надо перестроить и сделать таким, чтобы вырастали люди, не задумывающиеся над теми проблемами, о которых я говорил. Вам понятно это или нет? У нас ещё звонок, да? Да, мы слушаем вас. Давайте вопрос. Добрый день вашему гостю. Вот вопрос такой. Почему, когда ваш гость был в Украине руководителем Кабинета Министров, не предпринимались никакие попытки, чтобы помочь негражданам, которые когда-то были с Украиной, оказались в Латвии? Да, вопрос у вас какой? Вопрос про неграждан в Латвии. Традиционный вопрос от нашего радиослушателя. Знаете, да, об этой ситуации? С негражданами в Латвии. Да, я знаю, но я не хочу там от себя ответственность снимать какую-то. У нас вопросы внешней политики, Конституцию руководил президент. А то, о чём вы говорите, это вопросы внешней политики. Конечно, мне это не нравится, когда половина населения страны является негражданами. Нет, всего 10%. 10% — это не половина населения, да? Даже 10%. Для меня судьба каждого человека важна, если уж говорить о 10%, то это очень много. 10% — это очень много. Поэтому дискриминировать 10%… Вот я сейчас говорю, что русский язык запрещен. Вот идёт откровенная дискриминация в Украине примерно 50% населения. Ни один Европейский союз не выступал, кроме Венгрии. И то Венгрия защищала права венгров. Они там компактно проживают. И запрет преподавания школ с преподаванием на ненгерском языке зацепил их. И они сейчас блокируют все абсолютные европейские инициативы Украины. Требуют отменить вот эту норму закона. Но они, ещё раз говорю, они не думают о русском языке. Нужна, конечно, государственная политика в этой области. Поднимаешься, распалась великая страна. Громадное количество русских людей проживало в различных республиках. Заметьте, что сейчас практически из всех национальных окраин происходит так называемое изгнание русскоговорящего русскоязычного населения. Поэтому нужна, конечно, государственная политика. Нужны политические партии, которые бы защищали права русскоязычного населения. Страна-то была общая, корни-то общие. Но я хочу сказать, что вся дурацкая политика, откровенно говоря, она не способствует развитию стран. Потому что развитию нужны многонациональные страны, которые где живут и не думают о том, на каком языке кто-то говорит, и какой национальностью является. А думают о развитии экономики, культуры, науки и так далее. Ещё звонок успеем принять? Да, успеем ли мы принять под занавес уже эфира. Мы слушаем вас. Ещё разок. Вадим, я прошу, вы меня отключили. Очень коротко. Мы заканчиваем эфир. Вы не дали задать вопрос. Вопрос такой. Знаете ли, как говорится, ваш гость, что в Латвии более чем 223... Да, всё, спасибо, что на него ответил. Правда, про неграждан. Более 200 ограничений. Сейчас он хотел рассказать. Но вы уже ответили на вопрос о негражданах. Я думаю, что как раз и имеет смысла. Да, ну и время нашего эфира уже подошло к концу. Экс-премьер-министра Украины Николай Азаров был с нами на прямой связи. Мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Спасибо. Спасибо вам. Я очень рад был пообщаться с русскоговорящими людьми в Латвии. Я очень хорошо отношусь к Латвии. Я желаю латышам и Латвии успехов. Конечно, хотелось бы, чтобы она сменила свою русофобу.